Понимаете? Учитесь тому, что есть возможность. Вот, допустим, в парке я когда в парке бегу, кто в парке гуляет? Хоть один человек выходит в парк, кроме тех, кто бегает, хоть один выходит в парк по доброй воле. Вот кто там гуляет в парке? В парке гуляют три категории людей. Первое – влюблённые, они пытаются зашариться куда-то, чтобы поцеловаться, чтобы не замечали. Вот. Второе – собачка. Собачка вытаскивает человека в парк. У него он тупой, у него мозгов не хватает, тут самого, что надо дышать свежим воздухом. Собачка, она как бы, она… Ну она не врубается, что дома сидеть? Она… Вау-вау-вау-вау-вау-вау. С На улицу, давай. Сейчас. Всё, побежал. Такая довольная. И надо бежать. Она знает, что движение это жизнь. Всё. Надо все нюхать, нюхать, радоваться природе, кататься в снегу. Все ей надо. Потому что она не такая дура, как человек. Что вы смеетесь? Я серьезно говорю. Бог дал нос для чего? Чтобы нюхать пищу. Вот все животные, они сначала нюхают, потом едят. Мы сначала едим, потом нюхаем. Что это такое? Что это такое? Вот что такое? Надо было понюхать сначала. Если запах плохой, не ешь. Иначе потом будет что такое, выйдет из тебя. Вторая категория. Кто на парке? С маленькими детьми, с колясками женщины ходят. Почему? Потому что ребенок орет, на улице вышла, раз, успокоил. Слава тебе, Господи. Она не понимает, что ему нужна природа. Просто она видит, что он не орет на улице. И все. Для нее это основанием его выводить в коляске. Кромешная тупость, понимаете? И люди думают, что такое, что мы, счастья у нас нету вместе. Да потому что вы неправильно живете. Я вот анализ сделал. Люди, которые правильно живут, даже они не знают законов этих, как любовь действует там и все прочее. Они уже счастливы. Вместе в парк ходят, вместе желают всем счастья. И все, уже все нормально, жизнь пошла. Понимаете? Но я вот лекцию прочитал. Кто из вас будет это делать? Единицы. Почему? Потому что... Из окна, видно, да? Так откуда взялась? Может, меня сглазили, испортили? Может, мне надо в Сочи свалить? Там может быть лучше. Там будут свои проблемы. Здесь холодно, там будет жарко. Там все от жары пухнут. В Краснодаре в этом. Понимаете? Четыре месяца в году просто мозги плавятся от жары. А здесь одно, там другое. Везде все одинаково. Понимаете? Здесь люди, допустим, немножко приторможены. Там, наоборот, перевозбуждены. Там заденешь кого-нибудь, он тебе... Ты сам меня задел. За что? И пошел на тебя наезжать. Ничего вроде не сделал. Газа квадратные выпучил. Перевозбужденные люди от солнца. Ну, то есть, везде свои проблемы какие-то. Понимаете? Поэтому надо просто принять вот то, что есть у Бога. И жить счастливо с тем, что есть. Не надо никуда драпать. Ребенка хотела, хотела ребенка. Блин, мужа задолбала. Вот. Хорошо. Ребенка. Теперь не хочу ребенка, хочу работать. Отлично. Надо успокоиться просто, понимаете? Вот Бог дал ребенка ему уделять время. Не будете уделять время, потом будете уделяться. А что это он меня не любит? Потому что вы его не любили. Вот он вас не любит. Вот сейчас уйди. Вот сейчас ему самое время давать. Он маму хочет, понимаете? Ему нужна мама сейчас. Вот дайте ему маму сейчас. Он вам всю жизнь будет помнить это. А если вы маму не дадите, он потом отката не будет, счастья не будет от ребенка, понимаете? Он будет чужой для вас. Вот в этом проблема, понимаете? Мы всегда думаем только о себе. Мы не хотим ничего никому отдать, потому что мы не наполнены, пустые. Вот для этого и нужно бег, нужен для этого молитва. Для того, чтобы не быть пустым. Вот мама, допустим, не пустая, она молитвы читает, она о ребенке заботится. Он потом благодарным становится, понимаете? Это естественно. Это приносит счастье. Но если ты как бы не понимаешь этого, тогда стой возле окна и думай, откуда взялась печаль. Но для того, чтобы так красиво было, надо что-то в это вкладывать, понимаете? Если ничего не вкладываешь, значит ничего не будет. Мне, не знаю, что мне такой ребенок достался. Ты что-то вложила в него, чтобы он тебе достался нормально? Надо изучать еще, как общаться с детьми. Нужно принимать человека, понимаете? Вот, допустим, ребенок задает вопрос. Некогда мне на них отвечать. Ну, хорошо, некогда, значит, не будет он с тобой. Иметь отношения. Я разок на самолете летел, женщина с ребенком села. Сели такие. Мальчик такой. Мама, а мы над собой до этого летели на самолете, у него винты работали снаружи. А здесь, я смотрю, крутится внутри. Это как называется, она говорит. Это турбонасосный самолет, турбинный. А он говорит, а как это вообще работает? Она ему начала объяснять. Пять лет ребенку. Он выслушал, изучил, все смотрит по сторонам, все спрашивает. Обо всех все узнал, сидит, думает. Представляете, кем он вырастет, этот ребенок? Ученым серьезным. Почему? Потому что мама вкладывает в него. Она не отказывает ему. Дает ему возможность развиваться. Это значит, он смело, он сидит, спрашивает. Он сидит, как нормальный взрослый человек. Он изучает этот мир, сидит, все спрашивает. Все. Отлично. Мама вкладывает в него. Почему? Потому что она знает, что такое счастье. Нужно забыть про себя, нужно служить. В этом счастье заключается. А если бы она хотела про себя, она бы... Отстанет меня, дай мне побыть одной. Ну хорошо, он от тебя отстанет. Так отстанет, что потом не пристанет. Что? Что? Все болезни ребенка до 12 лет, что? А вот это такой бред вообще. Вот эти психологи, они меня задолбали уже просто вообще. До 12 лет все болезни ребенок у мамы считывает. Какой-то бред вообще. Вот ребенок рождается, у него своя жизнь. По своей судьбе он получает болезнь. Причем мама. Не надо, понимаете, если вам хочется считать, что вы виноваты во всем, что происходит с ребенком, это не значит, что психологи должны вам это втулять в вашу голову. Понимаете? Потому что это и есть очень удобно, когда человеку что-то кажется, еще им это подтвердить, и он этим начинает жить. Ребенок всегда имеет прошлую жизнь. Вот, допустим, представьте себе, он, допустим, 40 лет был начальником, да? Он ушел из жизни. Потом рождается ребенка, маленький ребенок. Как он будет смотреть на мир? Он только родился, понимаете, это тот же самый человек, просто тело другое. Оно еще ничего не помнит, что было. Он еще не понимает, кто он начальник, начальник. Но взгляд уже у него какой? Как он смотрел, так он смотрит, он рождается, такой. В чем дело? Это такие вокруг. Надо все, чтобы правильно было. Он так смотрит, потому что он начальник, и он будет начальником. Если вы будете ему говорить, ты что, начальник что ли? Чего ты тут смотришь так на всех? Да, он начальник. Он 40 лет был начальником, и будет еще, когда подрастет. А ты просто прими это все, и все. Пойми, что вот такой у тебя человек. Не надо ничего сочинять. Наверное, я ему передала этот взгляд. Причем твы. Он родился, дальше живет. Вы просто ему помогаете, и все. Вы можете говорить, Олег Геннадьевич, благодаря вам у меня новая жизнь. Я могу, конечно, так делать вид, но на самом деле вы сами хотели этого. У вас это все раскрывается, потому что вы хотели. Вот вам нужно это знание, я вам даю, потому что вы хотели. Вы к этому были уже готовы. Так устроен этот мир. Каждый находит другого всегда, потому что к этому готов человек. Так ребенок у вас рождается. Его болезни, почему на ваши болезни похожи? Потому что у вас похожа судьба. Иначе бы ребенок не рождался у вас, если бы судьба не была похожа. Не похоже, значит, не похоже. Тоже нормально. Ребенок может быть похож не только на вас, он может быть на бабушку, на дедушку похож, на отца. Ну, то есть семья большая, там много есть на кого быть похожим. И все это действует, это все так устроено Богом. Поэтому надо просто все изучать, что происходит, принимать это и изучать, потому что всегда есть возможность жить правильнее, жить лучше. Поэтому Бог человеку дает знание, что такое знание. Знание — это то, что приводит к счастью. Изучайте, как правильно жить. Знание всегда от сердца идет. Понимаете, есть знание, которое, знание тоже, оно мотивировано. Есть знание, которое мотивируется деньгами. Это знание в страсти. Есть знание в невежестве. Вот, допустим, пускай работает железная пила, не для того меня мало родила. Это знание в невежестве, тоже знание, но оно в невежестве, оно приводит к деградации. Или счастье не в деньгах, это в благости знаний. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Это уже в страсти знание. Это тоже знание. Все знают, что когда день много, счастье. Но вопрос, что дальше будет. Понимаете? Деньги испытывает человек. Таким образом надо изучать все это. Есть три слоя знания. Понимаете, если, допустим, настоящее знание идет только от священных писаний, от монахов, от наставников, они потому что ничем не мотивированы. Если вы знание принимаете уже от мотивированных людей, от людей, которые на вас зарабатывают, то это знание будет уже в страсти. Что это значит? Это значит, вас надо как-то подцепить. Понимаете? А как человека можно подцепить? Надо ему что-то сказать, чтобы он сильно зацепил, заделал. Поэтому вы приходите к врачу, он смотрит на вас, говорит, осеннее пальто уже можно не покупать. Человек испугался сразу, как бы, и можно дальше его лечить уже, он все деньги отдаст. Понимаете? А? А он сам будет на вас смотреть, у него свои молитвы, он на вас смотрит, он всасывает все, что ему надо. Не надо заставлять никого. Понимаете? Да. Понимаете, знание в страсти, оно очень простое. То есть человек видит, что потребность какая-то, на ней зарабатывает. Но сначала надо человека напугать. Или подольстить ему. То есть есть три варианта. Подольстить, напугать, или просто на уши лапшу навешать. Все же, как бы, есть это все, ну, как бы, очень просто и известно. Надо просто смотреть, что делать. Если вы пришли на консультацию, вас напугали, значит, это не знание. Знание – это когда человек получает что-то, и он… Крылья вырастают. Ему хочется побеждать, хоть бы хочется жить. Если он в испуге ушел, значит, это не знание. Это значит, его использовали, отжали. Деньги в него отжали и выпинули его просто, и все. Понимаете? Знание – это когда у тебя крылья вырастают. Ты знаешь, что можешь лучше сделать свою жизнь. Изучайте. Знание в страсти, оно вызывает страсть у человека. Ему надо бежать, ипотеку покупать быстрее. Он пугается, ему говорят, «Все, у вас нету яйцеклеток уже своих». Это значит, надо бабки доставать из кармана. Все. Я пришел к стоматологу, он посмотрел, говорит, здесь коронка, здесь коронка, здесь коронка, здесь коронка. И смотрит на мою реакцию. Я не реагирую. И здесь коронка. Испугался, значит, хватит двух коронок. Все. Это значит, это не стоматолог, это просто вот он гребет деньги и все с людей. Он по барабану что-то своим ртом там будет. Пошел к другому, к своему знакомому. Он посмотрел, вот здесь правда надо коронки поставить. Поставил мне две коронки. А остальное все вылечили мне, все зубки. И все нормально. Все они живут, здоровенькие, все. Как только я начал бегать, больше определенной дистанции, зубы перестали разваливаться. Они начали лечиться, костная система лечится, когда человек бегает час. Все уже, все, кости восстанавливают, зубы тоже начинают восстанавливать. Они больше гниют, все. Не отремонтировать три года назад зубы, все. Они не гниют. Потому что я начал правильный образ жизни делать, все. Понимаете, вот это знание. Знание это то, что дает человеку возможность жить. Вот это является знанием. Знание заключается в том, что не надо позволять себе зависеть от близкого человека. Зависеть его... А он начинает наглеть. То есть ты зависишь, ты вот хочешь жить, чтобы у тебя счастье личное было. И тогда не будет этого счастья. Нужно самодостаточной стать. Видите, все равно вы к этому пришли. Вам все равно пришлось жить отдельно. Все равно пришлось стать самодостаточной. Так лучше это раньше сделать, чтобы не разрушилась семья. Принцип такой. Не надо ждать счастья от близкого человека. Вырабатывайте его сами. Отношение с природой. Отношение с добрыми людьми. В храм ходите. И просто отдавайте свою радость близкому человеку. Заботьтесь о нем. Пока в нем не появится благодарность. Благодарность пошла, все, обмен начался. Дальше он будет исправляться. После благодарности пошла, благодарность не от человека идет. Это энергия совести. Господь просто смотрит на тебя. Ты принял судьбу, служишь ей. И он говорит, молодец. И Бог, вот этому человеку, который думает, что это такое? Он рыжает своему благодарность в сердце. Человек не может с этим ничего сделать. Вот он видит, близкий человек старается. У него из сердца выходит благодарность. И это Бог так делает. Если благодарность вышла, уже уши открываются. То есть, если благодарность вышла, человек не может не слушать добрые слова, которые ему говорят. Ты бы вот так лучше жил. У него благодарность уже вышла. Он не может уже сопротивляться словам. Ему придется прислушиваться. Потому что он благодарен. Понимаете? Вот так начинается обмен. Но сначала испытывается человек Богом. Сначала надо ждать. Какое-то время тебя испытывает, потому что ты принимаешь судьбу или нет. Согласен с наказанием или нет. Мама говорит, иди в угол, ты наказан. Он встал такой, стоит. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Мама, какой ты мальчик такой послушный? Ты осознал свою вину? Говорит, да. Ну, иди гуляй тогда. Досрочно из угла вышел. Почему? Потому что он принял судьбу, стоит. Теперь второй вариант. Он начинает капризничать. Нет, я не хочу в угол. Хорошо, стой больше тогда. Вообще с тобой разговаривать не буду. Как вы относитесь к судьбе, так она будет реагировать на вас. Если принимаете, она вам хорошо будет, по-доброму конку реагирует. Надо принять. Не можете жить, допустим, вместе. Ничего страшного. Примите человека все равно. Потому что это ваша судьба. Если бы вы видели свою прошлую жизнь, вы бы поняли. Но вы не видите, я вижу. Поэтому я говорю, ваша судьба, вот такой человек, циник. Примите судьбу. Подобно. Ну, не надо при этом, вот и предательство, не надо, как бы, позволять. Близких отношений невозможно. На дистанции. Жлать счастья, заботиться как-то о человеке. Жить дальше. Ждать его выборами. Если он принимает ваши отношения правильные, сближаться к ним. Не принимает – ждать. Придет время, его срок, как бы, ожидание закончится. Хорошо, это его выбор, он сам не хочет жить. Но жить с предателем невозможно, правда ли? Невозможно жить с циником, человеком, который на тебя наплевает. Невозможно жить. Но и бросать нельзя. Это твоя судьба. Ты сам так поступал. Вот это знание. Знание всегда посередине находится. Не там, не там. Оно посередине. Надо вот этот серединный путь выбирать всегда. Не бросать и не принимать то, что тебе не... Предательство нельзя принимать. Но бывает, люди не предают, они просто неправильно себя ведут. Ничего страшного, терпеть надо, жить вместе, прощать, заботиться. И постепенно человек начинает понимать. Но когда он понимает, когда у вас есть силы побеждать судьбу, если вы неправильно живете, там... Откуда взялась печаль? Понимаете? Она взялась из-за неправильного образа жизни. Ты опустошен. Наполнись. Тогда печаль не будет. Когда человек в храм сходил, он начинает видеть чистоту во всем. Это признак контакта с Богом. Бог разворачивает чувство собственно достоинства, бескорыстия и на принятие любви. И человек начинает видеть чистоту, красоту в этом мире, во всем. Это вот для этого люди в храм ходят. Чтобы настройка включилась правильно. Чтобы благодарность была. Люди все на себе зациклены, но храм переключает человека. Добрые люди переключают. Природа переключает. Мой дорогие, давайте еще раз. Что такое доброта? Вот как она возникает? Ну, кто может сказать? Мы об этом говорили. В отношении доброта как возникает? Последовательно. А? Нет, неправильный ответ. Принятие. Сначала принимаем человека, да? Принимаем человека. Приняли? Дальше что надо сделать? А? Сделай для него что-нибудь хорошее. Все. Ты начинаешь видеть в нем сразу душу, чистая. И когда ты видишь в нем чистое, и принял его, это называется доброта. Все. Вот последовательные события. Чтобы принять человека, нужны силы душевные. Силы берутся от природы, от добрых людей, от Бога. Если у тебя сил нет, принять человека иди, меняй образ жизни. Перестань стоять возле окна, перестань ругаться с близким человеком, потому что ругань означает, дай мне силы. Вот люди ругаются, он говорит, дай мне счастье. Вот тот говорит, не дам, у меня нет. Вот и вся ругань. Ты мне дай счастье. Нет у него счастья, значит, иди и в другом месте. Переключайся. Переключайся на те источники счастья, которые Бог дал. Перестань все время в одну точку смотреть. Понимаете? В одну точку все время не надо смотреть, это приводит к разрушению отношений. Не надо ждать друг от друга ничего. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, сколько мне можно ждать еще от этого человека? Вообще ни секунды не надо ни от кого ждать. Когда по судьбе положено, человек близкий дает и так счастье, ждать не надо. А если не положено, то он тебе не даст, хоть жди, хоть не жди. Поэтому просто служи ему, забудьте, наполняйся энергией от источников правильных, которые Бог дал. И жди, когда произойдут перемены в твоей жизни, когда благодарность выйдет из сердца близкого человека. И начнутся улучшения в отношениях тогда. Все. Вот так человек побеждает судьбу. Но если он зависит от близкого человека, еще и хочет балдеть от него, если, не дай Бог, еще Бог этот балдеж дает, они такие, ааа, вместе ходят. Это скоро закончится, не волнуйтесь. Как правильно? А правильно, вот, обиделся девушка, обиделась, ну, поведи себя, как мужчина. Вот мужчина это кто-то, ну, на грязи дей спать. Это не мужчина, мужчина это тот, кто подошел, ласково себя повел, значит, мужественный человек. Мужественный мужчина наполненный, ласковый. То есть, может, по-доброму, вот, обиделась женщина, ничего страшного, по-доброму. Вот это он настоящий мужчина, значит, она его будет любить. Это цена любви, это вот, обиделась, ну, не бойся, что она тебя оскорбит, как бы, резко, грубо тебе скажут, не бойся, это ничего страшного. Ребеночек же, когда он плачет, он может там, маму там, бьет и кусается там. Ребеночку все прощает. Человек, когда обиделся, он как ребеночек себя ведет. Ничего страшного. Не обращайте внимания. Не надо придавать большое значение этому. Так мужчина себя ведет, он униженный человек или нет? Женщина, униженный мужчина? А? Униженный? Нет. Самодостаточный человек. Он прощение просит, отзываясь, что он такой несчастный, замученный, да? Он просто самодостаточный. И у него есть, как бы, возможность попросить прощения. У него не хватает сил на это. Это означает правильный образ жизни. Но если человек не может попросить, сам первый проси. Ну, значит, нет, это не жизнь. У кого хватает сил, тот и просит прощения. И счастье приносит близкого человека. Потом благодарность в ответ приходит. У вас есть, допустим, у женщины есть силы прощения. Ну, просит, но не надо унижаться. Если он в ответ оскорбляет, ну, чуть-чуть подальше держитесь. Не обращайте внимания на него. Попросите прощения. Не принял. Вообще не общать, не разговаривать с ним. Принял. Радуйтесь. Учитесь быть сильными. Самодостаточный. Не зависите от близкого человека. Прощения просишь не для того, чтобы он тебя наслаждал, а просто потому, что так надо. Человек должен всегда быть сильным, самодостаточным. И тогда он может любить правильное мышление. Не важно, как человек среагировал. Он может злиться, отвернуться там. Но в сердце его будет благодарность копиться все равно. Если вы правильно себя ведете, никто не может на правильное поведение обвинительный акт составить. Понимаете? То есть все понимают, в конечном счете, что этот человек хороший. И рано или поздно придется тебе благодарным быть. Особенно, если человек доводит ситуацию до разрушения отношений. Вот, допустим, человек ведет себя правильно, благородно, по-доброму. Тот наглеет все равно, наглеет, и потом раз разрушаются отношения. Тот, который вел себя правильно, он дистанцируется. А тот, который вел себя неправильно, он начинает чувствовать, что такого человека он больше себе не найдет. Дураков нет. И он начинает, а, что-то я не то, прости. Пугаться, пугается человек. Бывают и другие ситуации. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, что-то вы сказали, отстраняться. Я от мужа своего отстранилась. А мы вместе лекции слушаем. Я ему поехала к маме жить. Через две недели звоню, он говорит, слушай, ты, говорит, это, ну еще на две недели не можешь отстраниться, я так от тебя отдыхаю. Она его задолбала, еще и отстранилась. если ты служила, заботилась, прощала, терпела, можешь отстраниться, он почувствует себя виноватым. Но если ты его долбала, потом отстранилась, вдруг он будет отдыхать, ему легче стало. Это тоже так гордость называется, гордость. Гордость – это противоположная сторона привязанности. То есть человек сначала привязывается, потом отвязывается. Это все неправильно. То есть человек чувствует себя виноватым, надо дать ему возможность быть счастливым. Не надо о себе слишком сильно думать в отношениях. Вот Бог связал, живи с этим человеком, и потом ты увидишь, счастье придет обязательно. Нужно просто терпеть, прощать. Нет, нет, там не так происходит. Смотрите, сначала идут испытания отношений. То есть идет притяжение, отталкивание. Если, допустим, ты встретился с человеком, и ситуация ведет к семье, люди же не склонны там бросаться в отношения сразу. Они сомневаются, побаиваются, смотрят. Если тебе притяжение очень сильное к человеку, и ты видишь все как бы, ну не можешь, тебе придется с ним жить. Чувствуешь вот это. Значит, это и есть твоя судьба. И потом уже не дергайся. Потом не надо говорить, а вдруг не моя судьба. Ты же согласился жить с человеком. Значит, все, это твоя судьба. Бог вас соединил вместе. Почему вот люди вместе живут? Потому что так Бог хочет. А? Как? Если нам не соглашаться, по-моему, что делать? Вот если у вас половые отношения начались, значит, вы не можете уже не соглашаться. Нельзя воспользоваться женщиной, потом ее вышвыривать. Это очень большой грех. В том числе, женщины идут наказания. Мири. У женщины есть три женщин. Мужчина – это действующее начало. Женщина – благословляющее начало. Мужчины даже не подозревают, какая опасность в женщинах таится. Женщины подозревают, какая опасность в мужчинах таится. Потому что мужчина – это активное начало. Все видно, что он делает. Но вот что делает женщина, ничего не видно. Она сама не понимает, что она делает. Понимаете? То есть это, ну, пассивное начало, но благословляющее. В женщине есть три типа энергии. Если мужчина ведет себя мудро, женщина терпит ее, по-доброму к ней относится, то в ней просыпается первый тип энергии. Это супруга Бога. Супруга Бога дает особый дар мужчине. То есть через нее, через женщину начинает идти благословляющая сила, которая дает мужчине развитие, деньги, успех, власть, силу. Все. Второй вариант. Мужчина, как бы, женщина живет, и он, ну, как бы, он, он, у женщины, допустим, есть какие-то недостатки, он терпит это, он принимает ее трудности. Первый вариант, это когда он все свои обязанности выполняет, заботится. Второй вариант, он тоже заботится, все, но он как бы, он старается развиваться как личность, работать над собой, у него какие-то трудности, возможно, в отношениях есть, он старается прощать, просить прощения, тогда через женщину начинает действовать другая благословляющая сила, которая называется знание. Это супруга правителя этого мира, это не Бога супруга, правителя этого мира, она наполнена знанием. И человек обретает знание, как правильно жить мужчина, если он работает над собой, пытается сохранить отношения. Он не может дать полностью женщине то, что ей нужно, потому что он слаб для этого, но он может сохранить отношения, он терпит, работает над собой, она ему дает знание, как стать успешным, сильным, через ее сердце приходит знание. И третий вариант, если мужчина коцает отношения, типа, да пошла ты, там с детьми особенно бросает, ну то есть, мужчина издевается над женской природой, это извращения половые всякие, грубость, бьет жену, бросает ее на произвол судьбы, то тогда через нее действует третья сила. Понимаете, это разрушительная энергия. То есть, эта энергия непреодолимая, ей нет преград. у человека жизнь вся идет наперекосяк, ну то есть, очень жестоко судьба начинает с ним обращаться, потому что, понимаете, мир имеет женскую природу, вот это мир, это женская энергия, здесь женская энергия всем правит, и поэтому мужчина может занимать главенствующее положение, если он уважает женщину, если же он пренебрегает ей, ведет с ней себя как хочет, значит, он получит от нее жесть. Чтоб вы знали, смерть – это женщина, и жизнь – это женщина тоже. Если жизнь мы видим, как через женщину приходит, то смерть мы не видим, вернее, вы не видите, как через женщину приходит, а я вижу. Я вижу, когда пришла вот эта дамочка белых одеждок, холодной такой энергии, то суши весла, никто тебе не поможет. Понятно? Это женщина тоже, и она очень красивая, не старуха с косой, как вы говорили, она божественную природу имеет. Когда она приходит, она сзади заходит к человеку со спиной, он ее не видит, и обнимает его, и он сразу расслабляется, и у него три вещи возникают. Первое – полное безразличие к этому миру, ему наплевать все, что здесь происходит, становится. Второе – ему становится легче, даже если он тяжело болел. И третье – он как бы в вечность погружается, в такое спокойствие, вечное спокойствие. Это значит, что дня через два, оно идет и жизнь. Бывает, как вспышка молнии приходит смерть. Это значит, что человек прогневал Бога чем-то. Может быть, несчастный случай, резко все происходит, даже сообразить ничего не может. Поэтому в этом мире мы не такие крутые, как нам кажется. То есть надо выполнять законы, понимаете? Не нравится, не нравится, не нравится. Нужно принимать назад человека своего, иначе будет шесть. чему-то.